Ну все, наконец-то погода наладилась в Стамбуле, так что не бойтесь, приезжайте, погода теперь будет хорошая. Почему я так думаю? Потому что если с утра нету снега, если ночью не было снега, значит уже снега не будет весь день. Да, переменная облачность, но облачка набегают и уходят, то есть главная примета, что будет заснеженно, ну что будут снегопады, это если снег идет всю ночь, значит он будет все утро идти и день. Ну вот сейчас по ощущениям, сейчас я покажу, сейчас по ощущениям уже тепло, наступает весна, так что кто планировал, спокойно приезжайте, покупайте билеты, отстояв в очереди в компанию Turkish Airlines, потому что вы можете купить только вживую билет пока что. Билет стоит до Стамбула примерно 500 евро, ищите, за 500 евро, да, примерно, 50-53 тысячи. Если дата чуть-чуть подальше, если дата через месяц, то будет вот где-то 460, потом есть 360-380, так что приезжайте спокойно, покупайте билет кому. Нужно, вот. Есть еще вариант, сейчас открыты перемещения для граждан России и Белоруссии, между Россией и Белоруссией без ограничений. Можно попробовать через Белоруссию, будет дешевле через Минск, Белавия. Вот обратно билет я приобрела сейчас через Белавия, причем, как бы мне нужно было купить его здесь. Сейчас покажу, вот это центр Стамбула, центр Стамбула, какая красота. Да, тут вот рядом Софийский собор. Сейчас я дойду до вот фонтанчика. Ну, фонтанчики сейчас небольшие, а вот вечером и выходные дни там огромный-огромный вот фонтан. Но он сильнее. Просто сейчас народу нету, и поэтому вот так. Так что я купила билет прямо в аэропорту. Я покажу, в каком именно киоске, то есть в каком отделе продаж в аэропорту, в аэропорту можно купить Белавия в Стамбуле. Как покажу? Ну вот, видимо, из аэропорта покажу. Или фотку добавлю потом, или спросите меня, и я вам отвечу. То есть в аэропорту есть киоск Белавия. По-моему, у меня фотографии есть. А, пятый павильон, как бы пятый. А, вот увеличивается фонтан. Так, ну да, он меняется, фонтан. Так, вот Софийский собор. Хочу немножко себя показать. В общем, в аэропорту, отдел продаж, пятый павильон такой. Ну, не павильон, а выступ. И там много разных представителей разных авиакомпаний. И вот там вот можно купить в Стамбуле, в аэропорту, в главном, в Стамбульском аэропорту, в Большом. Там можно купить билеты в Минск или через Минск в Россию. Они стоят дешевле. Называется вот этот пятый павильон. И там окошко называется Адриатика, по-моему. Да, Адриатика. И вот фирма Адриатика, она торгует билетами авиаперевозчик Белавия. Сейчас я показываю вам красоту всякую. Ну вот. И расскажу, как я добралась. Через Минск все расскажу, покажу. Сейчас пока такая информация. Вот здесь вот сеточки такие на клумбах. Это там высаживают весенние цветы. И будет скоро фестиваль цветов, тюльпанов, когда это все расцветет уже вот-вот. Облачка немножко скрыли солнышко. Но все равно погода сегодня все. С сегодняшнего дня в Стамбуле весна. Это я сразу вижу. Снега больше снегопадов не будет. Вот так. Да, тут хорошо. Так что, кто планирует поездку в Стамбул или, может быть, в Анталию через Стамбул, обязательно приезжайте в Стамбул. Переночуйте здесь несколько ночей. Из аэропорта погуляйте. Ничего бояться не надо. Даже вот я путешествую одна пока что. Ну, это по работе. Просто билеты такие дорогие, что мы с мужем не можем сейчас вместе ездить. Как бы и вот меня отправил. Он отправляет. Совершенно безопасно. И вечером хожу, и утром, и днем. Очень красиво. В разные музеи ходила. Посетите разные музеи. Ну, в общем, кто планирует, приезжайте. Не бойтесь. Если кому-то надо, например, в Анталию, то через Стамбул. Вот вариант, да. И обязательно, чтобы было, как бы, экономно. Сейчас время такое экономии. Не берите такси. Найдите автобус. Хаваист. Из аэропорта Стамбула. И в любую точку он идет. Едите до метро, например, вот как я езжу. До метро Аксарай. И метро Аксарай. Это так называется метро. Это трамвайные линии. Станции трамвайных линий называются метро-станции. И вот здесь как раз есть остановка Хаваист. Это Хаваист, это автобусная остановка. Из аэропорта едут. Вы даже можете на этом автобусе доехать из главного аэропорта до Гючкен, до другого аэропорта, если вам нужна пересадка и разные аэропорта. То есть в аэропорт Гючкен из большого аэропорта доехать стоит 52 лиры. Сюда, в центр города, из Истанбул, стоит доехать на автобусе 42 лиры. И еще важная информация, как прилетите, обязательно с собой наличную, конечно, берите, только наличные и желательно валюту, да. Ну, здесь можно менять российские рубли на турецкие, но будет, наверное, курс, курс лучше, лучше курс будет, если доллары менять на турецкие лиры или евро, на турецкие лиры. То есть и в аэропорту, вот вы приезжаете, там много обменников, они очень дорогие. Вы, когда уже пройдете все, паспортный контроль, получите багаж и уже на выход пройдете, там уже ближе к выходу, там в районе, вот есть такое место, где лифты вниз к автобусным остановкам. И вот здесь есть там Зиранбанк, Вакивбанк, там хороший курс, но он немножко хуже, чем здесь в центре Стамбула. Здесь в центре Стамбула, например, дают за 1 евро 16, в данный момент 16 турецких лир. В аэропорту 15 там с чем-то. А если вы смотрите в аэропорту обменник по прилету, там вообще какой-то очень невыгодный курс, поэтому вот найдите примерно адекватный курс. Поменяйте конкретно денежку на, например, 10 евро можно поменять, или, например, дать 100 евро вам дадут сдачу. А, нет-нет-нет, сейчас я посмотрю, все снимается. Нет, от 20 евро, да, обмен от 20 евро. Меня эти 20 евро вам дают 300 лир, по 15 лир, да. И вот едем на эти денежки в Стамбул, в центр Стамбула на автобусе Хаваист. Вот, 42 лира стоит билет. Так, там немножко... Ну, вот тут еще, да. Ну, тут везде очень много красивых мест, музеев. Вот, и спокойно приезжайте до метро, до станции метро Аксарай. Да, и билетик продается, и вы можете прям в автобусе купить. Кстати, вот еще вот это вот Аксарай, центр, вы в центр приезжаете. Метро Аксарай. Это от аэропорта 12-я остановка. Но там вы увидите, найдете, где билеты продаются, киоск с билетами автобусными. Но только нужно посмотреть на билете, чтобы ничего не перепутали. Мне много раз, то, как мне один раз продали билет, ну, как бы я заплатила 42 лиры, а мне дали билет за 52 лиры в Гючкен аэропорт. Ну, хотели тоже, ну, и меня не пустили с этим билетом в мой автобус. Хоть он и дороже стоит, но меня в мой автобус не пустили. Я быстренько побежала, поменяла билет. Причем он мне хотел доплатить деньги, вернуть, как бы, вот эту разницу. Но я, то есть они, понимаете, ну, я, конечно, не взяла, потому что я не платила столько. То есть они могут перепутать. То есть, смотрите, вот билетик вы берете Аксарай метро, там должно быть написано ТНН, Аксарай. Ну, вот так. Ну, такая сумбурная информация. Ну, классно тут, что я могу сказать. Это вот это место в центре напротив Софийского собора. А есть еще другая часть центра. Вот с башней и с другими там. Но я больше люблю эту часть Стамбула. Но тут везде, вот, например, от метро Аксарай я везде дохожу пешком. До своего отеля. Везде-везде. В любую часть, как бы, достопримечательности города Стамбула я везде дохожу пешком. Тут, правда, немножко, немножко холмистая местность. И тут красивая мозаика, фонтанчик. Может быть, тяжело немножко ходить. Но я нормально, я хожу. Так что, вот такая информация. Еще возникло много вопросов. Я сделаю видео, как бы, ответы на вопросы. И все еще раз расскажу подробненько. Тут замечательно вообще. Сегодня понедельник, поэтому народу немного. Вообще, в субботу-воскресенье тут очень много. Очень много народу. Прям и в музеи, и в соборы очередь. Кстати, ходила в музей мозаики, который здесь, около Софийского собора, недалеко. Маленький, но интересно, приятно. Малюченький музейчик. Ну вот, а в Софийский очередь, бесплатный вход, очередь. Ну, я не была впечатлена. Там все, как бы, в лесах внутри. Тоже ничего не видно. Ну, как бы, не очень интересно. А, ну вот. Например, Софийский собор. Вот там люди выходят. Но сегодня нет очереди. Сегодня понедельник. Очереди нет. Спокойно проходишь в собор. И в соборе нужно снять... Ну, это сейчас, это мечеть. Вот, нужно снять обувь. Там все в коврах, но очень холодно. Пол холодный. Так что, у кого нету прямо такого вот желания сильного побывать там физически, то лучше и не ходить, смотреть там нечего. Замерзнете, босиком там походите по холодному ковру. Ничего не увидите. Все мозаики, если там были какие-то, они закрыты лесами. Наверху купол. Но он уже, роспись поздняя. Ну, вот так вот. И как мне нравится тут вот деревья. Парк. Вот тут можно спуститься тоже в парк и к набережной. То есть, вот эта часть Стамбула, она таким мысом выступает. В море, в мраморное. И с одной стороны канал Босфор. По-моему, так. А с другой стороны мраморное море. Вот. И очень красиво там. Ну, вот в такую погоду там холодно. Ветра. Но сейчас уже будет все теплеть. И теплее, и теплее с каждым днем. Поэтому, когда вы приедете, уже будет приятно гулять. Я-то гуляла под снегом. А вот это, смотрите, котята, которые живут на деревьях. Стамбульские котята. Древесные. Это смешно. Вот они, стамбульские древесные котиши. Лапочки. Тут очень много зверят. Их кормят. Поилочки им ставят. Кормушечки. Котята эти, они везде и в музеях бегают. Я покажу там фотографию или видео. Просто бегают котята в музеях везде. Вот такие на ветках. Что они будут делать? В общем, тут прекрасно во всем. И котятам, и собачкам, и людям. Приезжайте, не бойтесь. Я живу здесь недалеко. Вот я засекла время. Я шла до этих достопримечательностей. Вот этих вот. Шла ровно. Он тоже хочет к ним. 10 минут. Так, он пометил тут немножко. Нет, он не пошел на дерево залезать. Шла ровно 10 минут. Вот, и тут такая красота. Там дальше мраморное море. На видео не видно, но там вот мне видно горизонт мраморного моря. Софийский собор. Я живу в замечательной гостинице, отеле, до которого я тоже дохожу где-то минут 15 пешком. 15 минут пешком от метро Аксарай. Стоит очень недорого. 25 евро, сразу скажу. Замечательный отель. С видом у меня. Ну, так получилось, что комната свободная. С видом на мраморное море. Очень красиво. Ну, и все отличное качество в этом отеле. До этого я жила в отеле за 45 евро. В Дельта отель. Он немножко ближе к метро Аксарай, но дальше от центра города. От достопримечательностей. И при этом там обслуживание вообще в разы хуже. И, ну, вообще не советую. Жила я в Дельта отель. Ну, я его вообще не советую. Ну, там очень много минусов. Если кому-то интересно, какие минусы в Дельта отеле, я вам расскажу. Или напишу. Ну, вот они вот так вот сидят, эти дурецкие кошаты. Я даже не знаю, что будет дальше. Они прям качаются. Немножко от ветра качается веточка. Что же это такое? Ладно. Ладно, пока с вами прощаюсь. Ненадолго вот что-то рассказала, показала. Вот сейчас, как Стамбул выглядит сейчас. Все будет хорошо. Погода наладится. Кто хочет приезжать, приезжайте. Очень хорошая обстановка для любого путешественника. Здесь все удобно, безопасно и очень приятно. Продолжение следует... Продолжение следует...